Всем привет дорогие друзья, с вами Гидеон и я приветствую вас в прохождении Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Итак друзья, у нас новый Ghost Recon. Не так давно, ну как мне кажется, на самом деле очень давно, мы уже прошли Ghost Recon Wildlands. И в принципе мне игра понравилась, особенно когда мы играли в копе. В Breakpoint я начну играть в одиночку, это будет в первой серии, а продолжим мы проходить его уже в кооперативе. Играю я на ПК, на видеокарточке 2080, настройки максимальные и друзья, давайте-ка погружаться в этот мир интриг, приключений и конечно же прекрасных, красивых, тропических видов. Погнали! Добро пожаловать на Aurora, инкубатор мира 2.0. Меня зовут Джейс Келл и я давно вас ждал. Мы пригласили вас новаторствовать, изобретать и творить. Но еще мы просим вас совершить самое главное достижение вашей жизни. Здесь, вдали от всего мира, мы создадим инструменты, которые поведут планету в будущее. Устойчивая экономика, благоприятная экологическая среда, безопасность для всей вашей семьи и сообщество, в котором ценят инновации. Последующие поколения, возможно, забудут наши имена. Но благодаря нам они будут процветать. Спасибо, что присоединились с Келл и мы строим мир с нашими днями. У берегов архипелага Ауро, где располагается штаб-квартира Скиллтек, затонул американский корабль Си. Связь с Ауроу установить так и не удалось, поэтому ЦРУ запустило операцию Гринстоун. Ваша задача, как лидера команды из 32 призраков, установить связь с руководством Ауроа. Операция Гринстол, архипелаг Ауроа, Тихий океан. Нет, ребят, это не мое лицо. Уж точно, совсем, даже близко не похоже. Надо настроить внешний вид, друзья. Итак, для начала мы выберем, конечно, мужчину. Вояка у нас будет мужик. Так, и будем выбирать тип лица. Тип лица, а потом тип лица можно уже донастроить. Итак, что же мне больше вот это? Неплохой тип лица. Ну, тоже неплохой. Ну, вот этот, вот этот мне больше понравился. Так, ладно, выбрали. Переходим дальше к цвету глаз. Светло-темно-зеленые. Хорошо, выбрали. Волосы, волосы. Ну, какой афра? Ну, какой афра? Даже близко. Ирокес, ничего так, как вариант. Во, вот это. Вот это мне нравится. Так, еще посмотрим. Стрижка, конечно же, как у карателя. Короткие. Хвост. Нет, 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 нет. Давайте вот эти вот, короткие. Мне нравятся. Так, а как его рожу-то покрутить? Не как, что ли? Печально, печально. Ну, ладно. А, цвет волос. Серый, но седой такой прям. Ну, рыжий это не пойдет. Светлый, каштановый. Давайте, пусть будет темный. Хотя, хотя можно, можно выбрать и каштановый. Так, или нет. Или даже не знаю. Нет, пусть будет темный. Так, черты лица. Ну, тут можно добавить очень такие жестокие моментики. Ну, пожалуй, вот этот шрам будет достаточен совершенно. Ну, что ж, ребята. Я выбираю эту внешность. Ну, что ж, ребята. Девушки отдыхают. Мать вашу! Девушки отдыхают. Брейкпоинт. Ну что ж, друзья, вот тут и начинается наша игра. Давайте-ка я сейчас немножечко залезу в настройки в первый раз за игру, потому что до этого мне не давали это сделать. Но перед этим... На какую кнопку у нас? Тап интерфейс. Ага, можно убрать интерфейс даже. Так, для кинематографичности. Сейчас все награды за предзаказы сезон-пэс у нас пройдут. А мы пока подлечимся. Ох, подлечимся золотаем раны. Что-то руки у него порезаны и кровь стекает вроде... А, нет, нет, все правильно, все правильно. А то он висел перевернутый. Я подумал, может быть, что-то не так. Уже не хватает. Ох, ноги перевязал. А руки-то перевязали. А, нет, руки как были окровавленные, так и остались. Ну, капец. Итак, друзья, наконец-то настроил управление себе и скорость мыши поменял. Посмотрел настроечки, убрал разрывы изображения, потому что я не знаю, зачем заставлять начинать игру, до этого не настроив ее под себя. Ну что же, мы движемся вперед, наконец-то, после вот этого жестокого крушения. Итак, давайте-ка включим интерфейс. Я сделал немножечко меточки поменьше. Нужно искать выживших и идти на дымовые сигналы. Осмотреть место аварии. Давайте-ка заглянем для начала вот в этот вот приветливый домик. С красненьким фаером. Так-так. Присяду я лучше. Это вдруг там внутри кто-то есть? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А-а. Тут у нас только аптечка. Которую он взял сам. Нажмите «Альф», чтобы открыть круг предметов. Затем выберите нужный предмет с помощью... Ага. Ну то есть у нас есть вот эти вот шприцы. На себя лечится и снижает уровень ранений. А это бинт. Бесконечный бинт. Перейти к приказам. Угу. Это у нас различные приказы потом будут. Хорошо, ладненько. Так-так. Давайте. Можно, конечно, еще заглянуть и туда. Но, конечно, у нас будут ребята и по пути встречаться опасные. Так что... Ага. А вот я вижу первого парня. Опа, опа, опа. Тихо, тихо, тихо. Ё-моё, чё там? Чё там произошло-то, я не понял. Какой-то взрыв. Там хоть был кто-нибудь? Если и был, я ему не завидую. Охренеть можно. Минус. А это еще кто? Я понятия не имею, кто это вообще такой. Кто это вообще может быть? Но мы сейчас посмотрим, что внутри. А фонарика тут нет? Включим. А, ого, тут прям... Настроился у нас свет. На освещение настроилась. Осколочная гранатка. И они, похоже, кого-то взорвали, кто был внутри. Это какая-то женщина. Печалька. Ладно. Пойдемте. Что, сейчас уже подойдем? Не знаю, есть тут тот или нет. Какие-то бункеры времен Второй Мировой, что-то я вообще не понимаю. Что за укрепление? Ладно, давайте сразу к цели. О, там еще и какой-то сундук. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас посмотрим. Так, что в сундучке? Опа. Тавор. Неплохо. Используйте L, чтобы перейти в меню снаряжения. Так, открываем. Вот наш тавор. Выбрать. Прекрасно. А вот и винтовочка. Ну что, на какую у нас кнопочку выбирается? На единичку? Прекрасно. А пистолетик? Это у нас гранатка выбрана. А, это на четверочку можно быстро выбирать предметы. Гранат, шприцы и так далее. На троечку у нас пистолет с глушителем. А, это тавор. Кстати, тоже с глушителем. Что у него есть? У него есть режим. Ого, интересно. Смотрите, можно так, можно так. Есть режим одиночные или очередью. Типа патронов нет, можно еще глушитель снять. Ну, давайте попробуем одиночные. Я же хочу. По стелсу, по стелсу. Черт. Мои бойцы. Я выбрал предмет, нажмите 5, 9, потом 0. Ммм, странно. А зачем мне это? Я просто циклично переключил. Ну ладно, потом разберемся. Ну, естественно, он мертв. Зараза. Так. А зачем мне прицел на весь экран, ребят? Знаете что? Знаете что? Я думаю, нам стоит убрать вот этот прицел на весь экран и оставить только прицел с мушки, а? Как вы думаете? Вот. Теперь другое дело, согласитесь. Так, так. Что дальше? Идите на дымовый сигнал. Ну, идем дальше. А что это у нас здесь? Так. Так. Патроны. Этих патроны, наверное, у меня уже пол... Нет, он забрал. Забрал. Только не сразу почему-то забрал. Ну ладно. Так, впереди у нас есть ящик. Еще неизвестная какая-то точка со знаком вопроса. Давайте откроем карту. Посмотрим. Наверное, это просто... Ну, во-первых, вот она. Вся карта. Вы можете посмотреть. Мы потерпели крушение на вертолете вот на этих островах. И, ну, в общем, вот, да. Вся игра будет проходить на них, если что. А, вот тут еще, смотрите, целое закрытое. Да-да-да. Остров Яйцо. Неплохо. Вот тут еще целая большая зона закрытая. Так что мы туда тоже направимся обязательно. Такс. Ну, пойдем посмотрим, что у нас тут. Кстати, со времен бета игра стала идти прям... Ой, как плавно. Ой, как хорошо. Честно. Вообще без каких-либо проблем. Так, ну... Не знаю, что уж там. Вряд ли нам нужно сюда. И наплевать мне, что там какие-то значки и вопросы. У нас сейчас задача другая. Двигаться вперед. Лучи солнца. Хорошо. Хорошо. Прям играют сквозь листву. Красиво. Сейчас он так бежит, как будто бежит на месте. Куда и не бежит. Так, давайте ускоримся до этого ящичка. О, плечо сменить. По-моему, неплохо. Мне с этого плеча сейчас поудобнее. Так, а это у нас шлем Джентекс Соха. Давайте посмотрим. Так, значит... Ага, вот здесь вот. Выбрать. Круто. А мне можно как-то? Ага, пока нельзя никакую раскраску применять и так далее. Тут вот можно просто внешний вид... Ну ладно, давайте этим потом займемся. Побегаем пока в шлеме. Раз уж я его взял. А вообще можно по-другому выглядеть. То есть носить одно, выглядеть по-другому. Ну, чтобы красивенько так смотреться, понимаете. Так. Вот ведь. Если они выжили, то сдохнут здесь. Ну и громадина. Почему мы о ней не знали? Ну вот как мне обоих убрать? Не повезло им. После такого не выживаю. Просто ищи дальше. Наша задача найти выживших. Неплохо. Хотя можно было и на F вырубить противника. Так, с них собирать ничего нельзя. Все, что с них выпадает, собирается автоматически. Да, классно, что вот так интерфейс можно убирать. Опять ставить. Супер. Очень атмосферненько на самом деле. Еще один ящик в бункере. Ну, я не знаю, есть тут кто-то, нет? Да, есть, есть, есть. Воу! Класс. Класс, ребят. А если бежать, а потом резко контр... Нет, он просто переходит в присед. Все нормально. Кого не вижу. Ты не поверишь, если я скажу, чем тут занимались. Ага, они снаружи, ребят. Давайте откроем ящик. Заценим, что внутри. А, внутри-то у нас боевой жилет. Боевой жилет, хорошо. Так. Ага, вот он, боевой жилет. Выбрали. Нет же у меня больше ничего, да? Да, здесь больше ничего нет. Выживши. Наверняка все умерли. Кто знает. Мой знакомый попал под комбайн. Его пополам разрезало, но он выжил. Он так сопротивлялся, что врачи с трудом запихали его в скорую. Офигеть. Здесь их было только двое. Сдается мне их трое. Странно. Так, ну, мне кажется, он не заагрился. Мне кажется, он даже не понял, что я ее грохнул. Как он классно прилипает к укрытиям, вот так вот автоматически. Сколько их там? Скоро для такой аварии не выживает. Ага. Видишь, как горит? Просто будь начеку. Нужно убедиться, что все умерли. Место огромное. Кто-то мог спрятаться. Блин. О, нет. Есть. Чисто. Чисто всех убрал прямо. Так, давайте обучение смотреть с навыками. Получение новых навыков. Меню навыки позволяет вам получить специализацию. У каждого класса есть свои пассивные способности и прием класса. Начните с открытия своего первого класса. Ой, какая прелесть. Так, и что нам выбрать? Значит, у нас есть полевой медик с исцеляющим дроном. Угу. Можно оживлять себя. Скорее всего, я возьму это. Ускоренное оживление быстрее переносит тела и может оживлять себя. Аптечка. Переносное устройство исцеляет раны и дает дополнительный запас здоровья. Боец. Железная хватка. Снижение отдачи и высокое сопротивление урона. Убийство лечат и продляют срок действия и умения. О, круто. То есть это прям ты начинаешь месить. Дополнительный запас здоровья. Преимущество в стрельбе штурмовых винтовок и дробовиков. Мощно. Пантера. Исчезнуть в клубах дыма. Скрытое отступление. Не дает... На себя дает невидимость для дронов. Увышение скрытности, скорость перемещения. Глушительные пистолетов и пулеметов не уменьшают урон. Ох ты, классно. Это стелсовик. Истрелок. Снайпер. Пробивные пули с увеличенным уроном и дульной скоростью. Дочекомет. Отмечает врагов, обладает большим радиусом действия. Может дольше контролировать дыхание во время прицеливания. И преимущество в стрельбе снайперских и полуавтоматических винтовок. Да. Ну, то, что можно оживлять себя, по-моему, это офигенно. Я вот думаю, либо боец, который прям на прорыв идет и месит жестко. С другой стороны, я же эти классы могу брать в любом случае. Правильно? Так. Ну, другие. Другие потом. Новые. Правильно? Давайте для начала возьмем бойца. Ну, медика потом, может быть, возьмем. Кстати, вот эти два класса ведут вот сюда к повышению опыта. Вот эти два класса ведут сюда к парашюту. То есть, по-любому нужно что-то вот брать из вот этих двух и из вот этих двух. Что-то нужно точно брать. Не думаю, что я сейчас буду прям жестко прорываться с помощью... Ну, давайте. Ладно. Я все-таки... Все-таки я что-то передумал и возьму медика. Вот так вот. Взял быстро и передумал. Хотя... Ну да, у нас пока нет новых очков навыков. Но бонус на опыт я обязательно возьму, друзья. Потому что без этого-то никак. Как без бонуса к опыту. Ох, 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 ох. У нас новый ствол. Правда, он немного ниже левел... Левелом... Ага. Стоп. Вот это очко навыков, которое у меня есть. Я думал, что это тут появляться начало. Давайте посмотрим этот ствол новый. Это МК-14. МК-14. Выбрать. Изменить можно его в вооружейный. И это снайперская винтовка. Еще и с глушителем. Неплохо. Неплохо. Так. Присели. Кто у нас тут есть? Есть... Да, одиночный. И очередь. Нифига себе. Так, прицелы. Ох, ох, ох. Четыре с половиной и один икс. Прицел есть. Но, слушайте, это прям шикарно. Шикарно, шикарно. Давайте тогда тут я поставлю режим очереди. А тут я поставлю, ну, вот, одиночные и более такая снайперская тактика. Кстати говоря, тут есть кто-то еще. Может отстрелить им голову? Ну, ладно, мы этим о том займемся. Давайте сначала пройдем к точке, которой нам нужно. Тут, по-моему, как раз-таки никого пока что нету. Кто-то же должен был выжить. Это да. Но вряд ли. Туча один-один. Это Уивер. Ответь. Прием. Это Уивер. Ответь. Прием. Ну, что? Хрен там. Контакт! Контакт! Отставить! Уокер? Прости, Уивер. А вот и, дорогие друзья, наш главный герой, главный злодей и вообще главная звезда этой игры Джон Бернтал. Все его знают по сериалу Каратель, а я его больше помню по Ходячим Мертвецам. А он у нас будет здесь главным злодеем. Опасные, очень опасные враги будут отмечены значками над их головами. Выбирайте новое оружие и снаряжение, чтобы увеличивать ваш уровень снаряжения и общую силу. Ну что ж, хорошо. Надо отсюда, ребята, валить, пока они нас не прикончили. Можно, конечно, попытаться уничтожить их, но это, я не знаю, возможно, невозможно. Мне кажется, скорее невозможно, чем возможно. Так, а есть ли у нас здесь бинокль? Ну, бинокля на Б пока что нету. Так, у нас здесь есть двое. И этих двоих надо убрать. Отлично. Идем дальше. Я там кого-то вижу. Справа. Ага, тут двое тусят. И еще у нас кто-то справа. Какая-то опасность справа. Ну, я туда, наверное, не пойду уже. Так, с этих двоих что-нибудь выпало? Нет, я только их могу подобрать. Так, вот тут у нас двое. Угу, нифига не вижу. Ни хрена они не крутые. И чего вы из-за них так трясетесь? Молись, чтобы никто из них не ушел. Что за... Внимание! Так. Ваша шкала будет пополняться, когда напарники будут убивать врагов. Если вы оживите напарника, шкала заполнится быстрее. Шкала моего навыка. Ага. Что ж, хорошо. Пока что у меня нет напарников. Но скоро будут. Они спецназ. Они бывали в разных переделках. Ищи дальше. Так, я не всех отметил. Вон еще двое. Да, их здесь многовато, слушайте. Интересно, они пройдут или... Мне нужно будет их всех вынести. Это просто жесть. Никогда не видел столько трупов. Мы их всех убили. О, черт. Надо убедиться. Черт возьми. Это было быстро, проклятие. Я еле успел. Так. Минус. Плюс очко навыков, ребятушки. Ой-ой-ой, это я глушитель открутил. Это я не хотел делать. Так, пока тихо. Давайте зайдем в навыки пока тихо. Давайте прокачаем. Ускоренное получение опыта. Ускоренную прокачку. В принципе, я когда тоже их убиваю, я тоже бонусы получаю. Так, надо подойти поближе. Не, ну классно, классно на самом деле. То есть ты прям идешь такой и прям... Все, убрали. Убрали всех. Красота, ребята. Просто красота вообще. Шикарно. Кредиты с Келла. Ботиночки. Ботиночки новенькие. Сейчас напяли. Вот. Отлично. Усилились. Выбор дополнительного оружия. Колесико мышки. Переключение между видами оружия. Так, улучшение класса. Давай посмотрим обучение. У каждого класса есть 10 уровней. Нажмите F, чтобы открыть страницу подробностей и узнать больше о выбранном вами классе. Вы можете закрепить испытания, которые требуются пройти для повышения уровня с помощью... А, испытания. Интересно. Угу. И что это у нас здесь? Полевой медик. Второй уровень. Заполняет шкалу приемов. Убийство. Урон, нанесенный дронам. Оживление напарников. Убийство, совершенное напарниками. Так. Так, 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 так. Ну и что у нас тут? Пока что вот эти бонусы. Потом будет раскраска оружия. Эмблема медика. Ну и, в общем, бонусы уже потом пойдут. Оружие ближнего боя появится. А самое крутое это чертеж 416 разведчик. Полуавтоматический вариант. И 416 разведчик. А, чертеж и оружие, короче, мне дается сразу же. Ну, то есть, вот так вот. Наверное, я не самый лучший класс выбрал для начала, но ладно. Так, в принципе, ничто не мешает мне просто взять бойца, вот, вкачать на следующем уровне. Без проблем. Тревога, тревога. Это призрак главный. Кто-нибудь слышит? Четко и ясно. Призрак главный. Кто говорит? Друг. Я взяла рацию призрака. Этот призрак еще жив? Главный. Или ты идешь за кроликом. Или бежишь за королевой. Докладывай. Потом. Ему оказывают медицинскую помощь. Иди по тропе за древними руинами. Мы ждем тебя в горах. Между двумя водопадами. Ясно. Конец связи. Ну что, теперь нам нужно направляться на нашу первую базу, ребята. Сейчас видок, как в папке. Так, отлично. У нас здесь есть ящик. Давайте посмотрим, что в нем. Тропа, которая ведет к горе двух водопадов. Текст немножко так сплющен. Ну ладно, это урон да. Опа-на. FRF2. И это у нас снайперская винтовка. Посмотрим. Урон выше. Удобство ниже. Это, наверное, скорострельность? Я не особо параметры эти понимаю. Вот третий, это, наверное, скорострельность. А четвертый что тогда такое? Может, скорость полета пули? Кто знает. Так. Давайте-ка ее осмотрим. Что тут есть? Какие режимы? Какие прицелы-то тут шикарные. Елки-палки. Режимы у нас есть только одиночные. Не хочет он больше никакие другие режимы включать. Наверное, надо, может быть, прокачать дальше или что-то типа того. Так, по-моему, эти все аптечки, все это у меня полон запас. Потому что по мне даже никто не выстрелил еще ни разу. По стелсу идем прям. Ммм, по тактике. Так, а впереди-то у нас, ребят, целая группа друзей. И... У них есть джип. Так. Там не только джип, там и мотоциклы. Че там только нет, ребята? В принципе, их можно всех разобрать. Но это уже... Это будет уже не по стелсу. Ну, и пофиг. Давайте все равно их всех вынесем. Да, минус. Минус. Вы поняли уже, да, какой минус? Самый главный, ребята, минус в том, что... Проклятие нужно... Что ж такое-то? Снаряжение включай. Нужно... То есть урон-то, конечно, хороший, но... Он... Со скользящим затвором. И он постоянно этот чертов затвор передергивает. И это очень медленно. И хэшота ставить, знаете, намного менее удобно, чем мне хотелось бы. Так. Ну что? Конечно, садимся в пасскипер. Поправляемся. Стрелять, естественно, не могу. Так. У нас есть пары. Оп-оп-оп. Посмотреть назад. Так. Удобно. Что? Что? Подожди. А остальное... Ладно, потом почитаем. Ручной тормоз. Дрифтинг. Боже мой, ребята, здесь можно дрифтовать. Вы же всегда мечтали, да? Дрифтануть. Вот тут какие-то кувачки. Оп-оп. Блин, как я их... Как я их аккуратненько-то объехал, а? Вы гляньте. Просто... Сделал, блин, все, чтобы их не сбить. Черт возьми. Как у меня так получилось? Ну ладно. Я еще не привык к управлению, конечно, на этой машинке. По визуалу, конечно, я могу сказать, что выглядит, ну, знаете, не супер-мега-топово, но нормально. Достойно. По производительности я бы, конечно, хотел бы получше, чтобы она была. Потому что я вижу, что сейчас уже ПС меня просаживает. Это ультра-ультра прям самые ультра-настройки, которые, кстати, сама игра мне выставила. И вот на них я чувствую, что да, просаживается. Поэтому придется, наверное, что-то где-то снизить. Итак, мы практически добрались. Нужно наверх только забраться. Там, кстати, внизу какие-то ящики. Ну, давайте. Бои нет. Гоняем вниз, посмотрим, что там за ящики. Все равно можно будет, наверное, залезть потом обратно. Правильно? Я надеюсь. А то он сейчас скатился так на жопе. Так, какое-то я местечко тут обнаружил. Кредит из Келла, косарик. Ну, знаете, не повредит, да? Вот, совсем не повредит. Я очень надеюсь, что я смогу обратно сейчас залезть. Я прям уповаю на это. Ну, вообще тут дорожка, так что да. Было бы странно, если бы он не залез. Смена сидений. А, ну все. Все только смена сидений была. Подсказка. Я думал, что-то супер важное пустил. Э. Итак, все, друзья. Мы добрались до водопадов. И можно заходить внутрь в эту пещеру. Это такая мультиплеерная зона, где я уже буду с другими игроками встречаться. Стой на месте! Тыщерка! Меня здесь ждут. А вы кто такие? Ну вот опять. Можешь развернуться и топать обратно. Мы все тут на взводе, ясно? Так что покурать не с оружием. Тут стрелять запрещено. Что за эдгин? Пещера. Так называется. Входи. Ну вот мы и внутри. Пойдемте побеседуем с местными обитателями. Это уже мирная зона, как вы понимаете. Найти выживших в эдгине. Ну. Искать будет не так уж и сложно. Немного Томбрайдер что-то вспомнился. Гляньте. Или Анчардед. Или вот что-то наподобие сразу, конечно. Неплохо сделанный джунгл. Очень даже неплохо. Там нас ждет лидер фракции, но сначала нужно переговорить с другими. Вы, ребята, в норме? Из всей группы остались мы двое. Раций нет, дронов нет. На двоих две винтовки и восемь магазинов. У местных есть вода и припасы. Ну и местечко, да? Черт возьми. Да, обалдеть. Да. Они вроде дружелюбные. Но глаз нас все-таки не спускают. Вы знаете, кто сбил вертушки? Не знаем. Но враги точно где-то близко. Я тут на одних нарвался. Они звали друг друга волками. С кем мы имеем дело? Пока что только со мной. Ты тут за главного. Кто спрашивает? Мой позывной Номат. Я руковожу этой операцией. Под операцией, ты понимаешь, должно быть грандиозный провал. Привет, старик. Опять ворчишь? Да я просто хочу понять, солнце, почему вдруг на нас с неба посыпались солдаты. Ну, кто-то потопил военный корабль у побережья. Потом пропала связь со всем архипелагом, и нас послали выяснить, что случилось. Но мы не успели. Все наши вертолеты сбили. Половина ребят погибла сразу. Как мы поняли, произошел вооруженный переворот. Сентинелл, эти солдаты-частники объявили военное положение. А всех несогласных прижали к ногтю. Производство на Скеллтек продолжается. Только теперь они делают больше оружия. Совсем не либертарианская утопия имени Джейса Скелла. Где мне найти Джейса Скелла? А, руководителя Скеллтек. Мы его не видели, но его дроны просто повсюду. Думаете, он к этому причастен? Вопрос, зачем ему? Ладно. На этот вопрос я постараюсь найти ответ. Могу я повидать раненых? Да. Одному нужен отдых, но он не задыкается. Успокой его, а? А потом приходи. Устрою тебе экскурсию. Как-то у него волосы более седые, что ли, на голове. Модификация компенсатор РП. Так, чудесно. Найдено оружие. С-ц-20-кей. Может быть, это какие-то предзаказные пушки или что-то наподобие. Так, 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 так. Ну что ж, друзья. Давайте-ка посмотрим. Присоединиться, пригласить игроков пока что рано. Давайте сразу, наверное, поговорим с вот этим вот больным пареньком. А потом уже мы приступим, наверное, к экскурсии все-таки, как она обещала. Хоп. Эй. Ну ты как тут? Номат. Кто еще, кто вышел? Ты отдыхай, друг. Я делаю, что могу. Ты просто супергерой. На. Вот тебе еще суперсила. Мидас пропал, а Уивер... Не думай об этом, мы со всем разберёмся. Аса... Да. С кораблём сейчас вообще связи нет. Поговорю с Мэтсом Шульцем, он тут главный. Может, у него есть лодка. Не волнуйся, я приведу подмогу. Иди. Так, ну что. Зарушено испытание «Тихая гавань», падение орлов. Задание выполнено. Кредиты. Фляжечка с водой. Интересно, как это работает, фляжечка с водой. Новое задание. Выхода нет. Операция «Гринстоун». Выбрать задание. Давайте посмотрим, что у нас там в обучении. Костерикон Брейкпоинт. Вы можете сами ставить себе задачу. Прекрасно. Задание фракции появляется каждый день. Позволяет вам помочь в сопротивлении на ауро и получить за это эксклюзивные награды. Получение снаряжения. Также вы можете отслеживать оружие, чертежи, модификации и коллекционные предметы. ПВП «Война призраков». Играйте командами против других игроков и окунитесь в напряжённые сетевые бои в режиме «Война призраков». Говорите с жителями Эдгина, чтобы получить... Нет, пройти обучающие задания. Мария. Вот у неё как раз. Выберите следующее задание, чтобы продвинуться по сюжету. Операция «Гринстоун». Это и есть сюжетное задание у нас. А я должен обязательно его выбрать, да, сейчас? Хорошо, выбрал. Найти способ выбраться с острова. Сюжетные задания. Поговорить с Шульцем. Пометили его. Угу. Снять метку. Снимать метку пока не нужно. Так. Список задач. Мы сейчас здесь находимся. Выходим чуть-чуть назад и посмотрим, где вот это обучающее задание. Интендант Эдгина. Мария. Но почему-то задание не выбирается. Давайте просто выйдем сейчас. Может оно появится. Я даже не знаю. Так. И обучение по поводу «Войны призраков». Будет 4 на 4 в режиме «Игрок против игрока». Равные условия. Уровень снаряжения отключен. Прикольно. Баланс следит за тем, чтобы опытные игроки не имели значительного преимущества над новыми. О, прикольно. Прикольно. Можете успешно играть низкоуровневым персонажем со слабым снаряжением. Особые испытания и награды можно получить в заданиях сержанта Брауна. Играйте тем же персонажами и классами, что в других режимах игры. Улучшайте свои персонажи и класс. По мастерству очки полученные будут влиять на количество наград в этом режиме в будущем. Все. Понял. Окей. Так. А что вот насчет... Что насчет экскурсии? А? Она хотела мне экскурсию дать. А? Давайте посмотрим, что это за экскурсия. На какой у нас? На джей. Это у нас магазин какой-то, что ли? Где я? Наверное, магазин. Так. Перейдем сейчас в список задач. Здесь у нас спецоперации. Война призраков у нас идет. Здесь задания фракции. Ага. Здесь у нас основные задания. Целый блок идет вниз. О, сколько их нам нужно устранить. Еще есть дополнительные задания. И... Тут у нас... Ну, как и написано было. Модификация. Оружие. Расследование. И... Что-то не хочется она мне никакую экскурсию давать. И тут много вопросов. И можно вот эти зацепки еще тоже разыскивать по карте. Тоже ставя себе метки. Ну что ж, дорогие друзья. Встретимся мы с вами уже в следующей серии. Которую я уже буду гонять в кооперативе. В эту игру. Конечно. В эту игру стоит играть в кооперативе. На этом у меня все. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо. И до следующей. Миссия. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok